Из чего делают рукоятки для арбалетов? В чем их отличие, преимущества и недостатки? Какая нужна именно вам и что делать, если у вас уже есть оружие, но рукоятка вам не подходит? Обо всем этом в сегодняшнем видео. Олег, пирхантер, поехали! Покупая арбалет, вы вряд ли вообще задумываетесь над материалом изготовления рукоятки. И с одной стороны, это очень даже логично, потому что рукоятку, ну как минимум, можно поменять. Есть мастера, которые изготовят ее специально под вас. Но с другой стороны, вряд ли вы будете всем этим заниматься. Про форму я говорить особо ничего не буду. Вы пришли в магазин, посмотрели, удобно или нет, и соответственно принимаете решение, устраивает вас рукоятка или же нет. Насчет удобно, неудобно, я сегодня говорить ничего не буду. Я не буду говорить про типы рукояток. Тут при покупке сами смотрите, и наверное удобство, как раз таки тут основной параметр. А вот материалы раскрывают себя только во время эксплуатации. И при этом в разных условиях они показывают себя совершенно по-разному. Итак, есть четыре основных вида материалов. Дерево, резина, композит, то есть пластик и металл. Терево. Деревянные рукоятки для оружия это классический выбор, который сочетает в себе элегантный внешний вид, природную текстуру и удобство захвата. Они имеют долгую историю использования в разнообразных видах оружия, начиная от античных мечей и заканчивая современными спортивными и охотничьими ружьями. Дерево очень податливый и распространенный материал. Практически каждый человек может изготовить свою идеальную рукоятку под свою собственную ладонь из дерева. Бирхантер, например, использует деревянную рукоятку в премиальном арвалете Бирхантер Дум Милитари. К плюсу можно отнести цену, естественный и дорогой внешний вид. Тут, конечно, все от случая к случаю, но все же. Ну и, конечно, терморегуляция. Деревянные ручки не нагреваются на солнце, то есть в любую жару вы можете брать деревянную рукоятку голыми руками и не ощущать при этом никакого дискомфорта. То же самое справедливо и в другую сторону. Вы не примерзнете языком, когда решите на морозе облизать свою красавицу. Дерево – это теплый материал, и это делает его комфортным для использования в различных климатических условиях. Минусы, конечно, тоже есть. Дерево – это достаточно мягкий материал, и поэтому его легко поцарапать, покоцать или сделать вмятину. Также древесина сама по себе чувствительна к влаге. Тут, конечно, тоже многое зависит от обработки конкретного экземпляра, но дерево, как мы знаем, при попадании на него в воду расширяется. И благодаря этому свойству, кстати, раньше добывали и камни в каменоломнях. Но с этим свойством тоже научились бороться. Конечно, я сейчас говорю про стабилизированную древесину. Да, это когда из дерева удаляют весь воздух и вместо него закачивают смолу. Стабилизированная древесина обладает существенно уменьшенной чувствительностью к изменениям влажности и температуры и делает ее более прочной и долговечной. Также можно подкрасить смолу, тем самым изменив цвет самого дерева. То есть это будет не цветное покрытие, а именно дерево, пропитанное цветной смолой. Деревянные рукоятки для оружия – это выбор, сочетающий в себе эстетику, удобство и традиции. Они могут добавить уникальный стиль вашему оружию и при этом имея свои преимущества и недостатки. Правильный выбор зависит от ваших предпочтений и назначения оружия. Ну и, конечно, готовности к уходу за ним. Резина. Резиновые рукоятки для оружия представляют собой популярный выбор среди тех, кто ценит надежность захвата и комфорт в экстремальных условиях. Они имеют широкий спектр применения, включая тактическое и военное оружие, а также спортивное снаряжение. Я, конечно, не встречал на арбалетах чисто резиновых рукоятках. Всегда под резиной прячется каркас из металла или пластика. Но у резины есть преимущество. Резиновая рукоять имеет потрясающий захват и это очень-очень цепкий материал. Вряд ли это сильно важно, когда мы говорим про развлекательную стрельбу. Когда у нас есть куча времени на подготовку выстрела. Но, например, на охоте это может сильно пригодиться. Ведь резиновая рукоять, даже мокрая, имеет отличное сцепление с рукой. Также резиновая рукоять гасит вибрации, что, во-первых, добавляет комфорта, а во-вторых, превращает рукоять в своеобразный демпфер. То есть делает арбалет тише. Резиновые рукоятки достаточно быстро теряют свой внешний вид. Но при этом они сохраняют свою функциональность. И в целом это хороший материал для изготовления рукояток. Главное, чтобы производитель в ней переборщил с количеством резины. Потому что характеристики этого материала очень сильно меняются в зависимости от температуры. Например, на жаре резина становится мягкой. И рука вместе с ней потом начинает плавать. А резина отходить от своего каркаса. Но есть у меня подозрение, что такой недостаток присущ и исключительно лучным и арбалетным рукояткам. Резиновые рукоятки для оружия являются практичным и эффективным выбором для тех, кто ценит надежный захват и комфорт. Они находят широкое применение в различных областях, где точность, контроль, надежность играют ключевую роль. Композит. Сюда я отношу всякие пластики, стеклопластики, угленаполненные пластики и всякое такое. Пластиковые композитные рукоятки для оружия являются современным и популярным выбором в мире оружейных аксессуаров. Они объединяют в себе легкость, прочность и разнообразие дизайна, что и делает их привлекательным для широкого круга пользователей. Тут тоже широкий выбор формы, эргономики, текстуры и при имении нужного навыка вы точно сможете с легкостью смоделировать свою собственную рукоятку и накачать ее на том же 3D принтере. Такие рукоятки легкие, что в целом хорошо и позволяет снизить общий вес вашего оружия. Они прочные. Композитные материалы обеспечивают высокую прочность рукояток. Они устойчивы к ударам, износу и коррозии, что продлевает срок службы рукоятки. Они также устойчивы к погодным условиям. Пластиковая рукоятка может быть устойчива к влаге, химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, делая их подходящими для использования в различных климатических условиях. Насчет масла и ультрафиолета этого касается, конечно, не всех. Например, самый распространенный материал, такой как АБС, как раз-таки очень даже подвержен такому влиянию. И его лучше покрыть защитным слоем краски. Также пластиковые рукоятки могут быть и модульными. Например, со сменными накладками или же содержать себе дополнительный карман, в который вы что-то сможете положить. Они недорогие. Пластик относительно теплый и неприхотливый материал. К недостаткам можно отнести, наверное, только внешний вид. Субъективщина, конечно, но все же. Хотя и пластик пластику ростит. Вот, например, рукоять от арбалета Beer Hunter Mambo. Она легкая, но не невесомая. Очень хорошая, приятная текстура. И мне кажется, что это не чистый пластик, а именно какой-то композит с добавлением стекла или угля. Внизу рукоять имеет крышку, которую мы можем снять. И мы увидим, что толщина стенки всего несколько миллиметров. Однако и этого достаточно для того, чтобы рукоять имела приятный вес и была достаточно прочной. И этих стенок оказалось вполне достаточно для того, чтобы я смог сделать крепление для приклада от FAB Defense. И, наверное, опытные оружейники уже обратили внимание на то, что и сама рукоять похожа на рукоятку от FAB Defense. А именно AG-47. Но почему бы и нет? Она очень удобная, текстурированная, цепкая и анатомическая. По мне так выглядит и ощущается она просто прекрасно. Пластиковые рукоятки для оружия представляют собой практичное и многофункциональное решение с рядом преимуществ. Они обеспечивают легкий вес, высокую прочность, устойчивость к погодным условиям и вариативность дизайна. Металл. Металлические рукоятки для оружия представляют собой элегантное и прочное решение, которое обеспечивает высокую надежность и долговечность. Он имеет долгую историю в использовании в отличных типах оружия, от традиционных и до современных. И представляет уникальный и визуальный тактильный опыт. Вообще они бывают разных материалов, из алюминия, титана или стали. Но сейчас они встречаются очень и очень редко, чуть-чуть попозже расскажу почему. А пока давайте про плюсы. Это очень прочная рукоятка, поэтому из всех запчастей арбалета она в последнюю очередь выйдет из строя. Это тяжелая рукоятка и с одной стороны это минус, так как вам постоянно нужно таскать эти лишние граммы с собой. Но с другой стороны это порой позволяет сбалансировать арбалет, что положительно сказывается на эргономике всего арбалета. Но опять же с другой стороны сбалансировать арбалет можно и другими способами. Поэтому тяжесть я бы отнес к минусам. Так же как и высокую теплопроводность. Такой рукояткой вы просто так не сможете пользоваться, если она полежит на открытом солнце или в минусовую температуру. Так же металлические рукоятки и дороже остальных в производстве. Да и в целом рукоятки на арбалетах редко испытывают большие нагрузки и прочности дерева того же чаще всего хватает. А вот тактильные ощущения стрелок испытывает каждый раз, когда пользуется арбалетом. И поэтому металлических рукояток сейчас уже практически не встретишь. Ну и вот мы подошли к самому интересному. Что же делать, если у вас уже есть оружие, но рукоятка вам не нравится? Если рукоятка вам не подходит и вам кажется, что она скользкая или тонкая или нецепкая или холодная, то попробуйте обмотать ее специальной обмоткой. Они придаются в практически любом спортивном магазине. Это обмотка для тенниса, для теннисных ракеток. Попробуйте, вдруг это вам поможет. Не могу обещать, что станет лучше, но абсолютно точно станет по-другому. Может быть и лучше. Многие стрелки из лука пользуются этим лайфхаком. И второй действенный способ это просто нарастить себе рукоять с помощью холодной сварки. Она недорогая, продается на каждом строительном рынке и она очень податливая. Смешивайте два этих компонента и в какое-то время она как пластилин по ощущению. Вы лепите ее на рукоять и просто прижимаете своей рукой. И поскольку сварка еще мягкая, она просто принимает форму вашей руки. Ну а после этого можно воспользоваться советом выше и обмотать уже рукоять теннисной обмоткой. У нас много полезных роликов, так что я советую посмотреть вам вот этот. Субтитры сделал DimaTorzok